Голландский художник Сын и ученик Яна Баптиста Веникса, Ян Веникс родился в Амстердаме, вероятно, в 1642 году. С 1664 по 1668 года Ян Веникс был членом гильдии живописцев в Утрехте. С 1702 по 1712 служил при дворе Кюрхюрста Иоганна Вильгельма Фальцкого, а последние годы до своей смерти 19 сентября 1719 года жил и работал в Амстердаме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Хотя Ян Веникс, следуя примеру отца, писал итальянские пейзажи, но основной его специальностью было изображение охотничьих трофеев. Самая ранняя его картина «Битая дичь», находящаяся в государственном ферментаже в Санкт-Петербурге, показывает, что Ян еще в возрасте 15-16 лет мог успешно справляться с весьма сложной задачей композиционного объединения таких, отличающихся по фактуре предметов, как фрукты, дичь, рыба и излюбленные им впоследствии битые зайцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ничего не говорящие ни о социальной характеристике человека, ни о времени, в которое происходит действие. Фантазии живописца оказались изображенными вместе и создали выразительный художественный образ. Тема достатка и изобилие красноречиво воплощается всем подбором перечисленных предметов, и зрителю с первого взгляда становится ясно, какой идеей руководствовался художник при написании натюрморта. Уже начиная с этой наиболее ранней работы, противовес мелхиоруде Ханде Кутеру, Ян Веникс избегает повествовательных мотивов и старается привлечь внимание зрителя к своим произведениям с совершенством живописной манеры, отличительной особенностью которой становится как широта регистра светотени, так и большая точность и выразительность в соотношениях красочных тонов. КОНЕЦ КОНЕЦ В известных музейных собраниях насчитывается до сотни его картин. С изображениями битых зайцев на фоне каменной ниши или паркового пейзажа, как, например, три одноименных полотна, одно из которых датировано 1691 годом, охотничьи трофеи в Санкт-Петербурге и Государственном Эрмитаже. Две одноименные картины «Натюрморт с мертвыми зайцами и птицами», обе в Берлине, Государственном музее, картинной галереи. Натюрморт с битыми зайцами, 1682 года, Карлсруе, Констхале, Киев, Государственный музей западного и восточного искусства. Битая тичь, Детройт, Институт искусств. Натюрморт с битыми зайцами и охотничьим снаряжением, 1690-го, Вена, Музей истории искусств. Если в наиболее раннем натюрморте из Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге охотничью добычу веникс помещает среди других приметов снеги, не отличая ее в этом качестве от забитой домашней птицы, пойманной рыбы, раскрытых устрищных раковин или фруктов, то теперь она выступает уже как свидетельство времяпрепровождения богатых буржуа, стремившихся подражать в быту родовитому дворянству. Продолжение следует... Продолжение следует... Помимо зайцев, центр натюрмортной группы занимают и другие виды охотничьих трофеев. Олени, косули или битая дичь, как в картинах «Натюрморт с мертвым зайцем и битой дичью», «Охотничий натюрморт с видом на замок Бейнсберг», «Мертвый лебедь», «Битая дичь» 1687 года, «Охотничий натюрморт» 1697 года. В поисках особенно красивых поворотов и ракурсов Ян Феникс, как и Милхиор Хонде Кутер, изображал и живых пернатых, отличающихся красотой оперения, помещая их на фоне роскошного, украшенного мраморными статуями и фонтанами парка, как, например, в «Натюрморте с павлином». Лондон коллекция Уаллас. Печать особой изысканности, лежащая на этой парковой сцене, напоминает пейзажи французских мастеров 17-го столетия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok